Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Citroen C-Crosser 2007 года выпуска с двигателем 2.4, автомат, полный привод. На этом автомобиле мы сегодня заменим пыльник правого внутреннего привода. Для этого поднимаем автомобиль, снимаем правое колесо, откручиваем гайку укрепления шруса и откручиваем шаровую опору. Поднял автомобиль, правое колесо у меня уже снято. Снимаем вот этот пыльник правый, снимаем вот эти клипсы. Что-то на двигателе бежит маслянистый вон. А помпа бежит. Что-то сверху бежит. Ладно, с этим потом посмотрим, разберемся. Меня вот тот, кто интересует пыльник внутренний привода. Нам надо сейчас его достать и поменять. Для этого мы откручиваем, расшплинтовываем и откручиваем гайку привода. Снимаем. Откручиваем и снимаем шаровую опору с цапфы. Выводим ее из зацепления. И тогда мы сможем выдавить уже привод из ступицы. Откручиваем. 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 Выводим ее. берем головку на 32 и берем отвертку металлическую вставляем ее в охлаждение и откручиваем гайку снимаем шайбу и пробуем как у нас привод пойдет не пойдет привод не хочет идти накручиваем обратной стороной гайку и пробуем потихонечку кувалдочкой пошло но туго идет но идет это радует пока откручиваем шаровую опору забрызгаем в дешкой пускай немножко покиснет почистим немножко резьбу на шаровой опоре забрызгаем в дешкой берем ключ на 17 и выбиваем болт и и и и что-то нужно давать его поро мой привод от кисм полегче пошел смотрим чтоб здесь не порвать нам пыльник привода шаровая порвала с этой стороны целый мы здесь подсунем молоток все у нас шаровая находится в стороне выдергиваем привод все привод из ступицы мы вывели теперь снизу снимаем вот этот пыльник а даже снимать не будем мы вот отсюда сможем подлезть поддеть его монтажкой и 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 ав или и и и и и и Продолжение следует... Вот такое фигурное стопорное кольцо. Здесь сверху тоже есть стопорное кольцо. Снимаем его и сможем снять уже трешипник. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, стопор улетел. Подшипник один с трешипника слетел. Сразу его наденем на место. А вот теперь можно трешипник снять. Он сходит легко. Он должен сходить легко. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Снимаем пыльник. Берем пыльник. Внутренний пыльник оригинальный 3287-C8. Дорогое удовольствие. Вот такой вот идет комплект. Новые хомуты, новый стопор, смазка. И сам пыльник. Одеваем пыльник. Хомут забыл одеть. Пыльник. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И закрываем замок. Все. Выдавливаем смазку. Смазка здесь NGK лежит. А, NKG 302 какая-то. NKG 302, 220 грамм. Див, сайс, грядь, т. Туба такая. Выдавливаем в пыльник. Новое стопорное кольцо. Одеваем сепаратор. И одеваем новое стопорное кольцо. Одеваем подшипники. И одеваем саму гранату внутреннюю. И надо будет нам сюда завести стопор. Добавляем. Добавляем. Аминь. Аминь. И вирусы. Аминь. Гранату. Аминь. КОНЕЦ Все, отдел я стопор, неудобно, правда Сейчас будем все протирать Так, ну все, собрали Все, собрали мы пыльник на внутреннюю гранату Стопор поставили И внутренний, и наружный Идем устанавливаем Вставляем привод потихонечку Чтобы не повредить сальник Все, внутренняя граната на месте Смазываем шлицевую И вставляем ее в ступицу КОНЕЦ 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 Надеваем шайбу и наживляем гайку. Одеваем на место шаровую опору, убираем молоток. Смазываем болт шаровой опорой. И вставляем его. Закручиваем гайку. Затягиваем. Закручиваем гайку. Закручиваем шаровую опору. Затягиваем гайку привода. Закручиваем гайку. Одеваем шплинт. И разгибаем его. Ставим на место пластиковый пыльник. Закручиваем гайку. Закручиваем гайку. Гайку. Закручиваем гайку. 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 Здесь не хватает. Гайку. Гайку. Давно уже задрано. Гайку. Устанавливаем на место колесо. и на этом замену внутреннего пыльника мы закончили всего вам доброго